Доброе время суток, дамы и господа! Я рад приветствовать вас в программе Калейдоскоп Картина ТВ, что смотреть на этой неделе. Сегодня мы с вами поговорим о 9-14 мая 2021 года. Возьмите карандаш в руки, как всегда листки бумаги, делайте для себя какие-то пометки. Итак, канал Россия 1 9 мая покажет в 22 часа 05 минут фильм Т-34. Друзья мои, я не мог его не отметить, поскольку я говорил со многими людьми, многие считают его культовым. Я, наверное, с этим не соглашусь, потому как считаю, что снят он очень хорошо в плане техническом, когда действительно мы сегодня можем говорить о том, что можно показать, как вылетает снаряд из пушки. Но что касается непосредственно содержания, что касается того, насколько фильм трогает за душу, наверное, ни в какие сравнения с такими фильмами, как «Весна», как «Летят журавли», как «Азорий здесь» – стихий старая версия Тодоровского. Не идет этот фильм, не дотянутый, явно это какой-то дань уважения, наверное, великой победе, но все это выглядит уже не настолько искренне, насколько это делалось в 50-е и 60-е годы еще советским кинематографом. Но, тем не менее, я его отметил. Но вот НТВ-канал в 19.45 9 мая покажет очень неплохую картину про войну. Это будет фильм в августе 44-го по роману Владимира Богомолова «Момент истины». Ну, прежде всего, бесспорно прочтите этот роман, если вы его не читали. Наверное, это один из лучших романов по войне. Книга, которая держит в напряжении от первой до последней страницы, потрясающая динамика, потрясающее умение автора сохранить интригу. И вот это вот все время напряжение, напряжение – очень классная книга и очень неплохой фильм. Хотя фильм, конечно, книге уступает. Но актерский состав очень хорош. Владислав Галкин, Евгений Миронов – хорошее кино. Посмотрим. 10 мая в 13.30 также по каналу НТВ будет показан фильм «Алекс Лютый». Ну, что вам сказать, друзья. Те, кто помнит советский фильм «Культовый», я считаю, все-таки детективный, очень многие его смотрели, я думаю, с большим удовольствием. Главной роли Олега Басилашвили. Фильм назывался «Противостояние». Пять серий. Ленфильм. И помните «Коротов», да? Ну, вот я вам скажу, что, наверное, их можно сравнить по содержанию, ну, именно идеи. То же самое военный преступник, которого разыскивают после войны в 70-е годы. Все это переплетено, естественно, на событиях войны. И очень интересная картина. Мне кажется, чуть-чуть они, конечно, заигрались и переиграли ее в финале, в концовке. Но незначительно, не настолько, чтобы сказать, что они испортили фильм. Фильм хорош. Получите огромное удовольствие всей серии. Посмотрите 10 мая, 13.30. Два часа ночи 10 минут. Фильм свои. Вот его я отметил особо. Во-первых, потому как он попал в сетку передач, посвященных 9 мая. Потому что фильм невероятно спорный. Я бы даже сказал в чем-то и скандальный. Не зря в свое время премьера его состоялась в программе циклей передач кино не для всех. И действительно, фильм очень сложный по восприятию. Потому как в деревню входят немцы, оккупанты. И этим начинается фильм вроде бы военная картина. Захват немцами территории. По-моему, я не помню, там Белоруссии или Украины. В фильме, но это и не соль. Соль в том, что в этой деревне начинается моментальная какая-то сквора между своими. Именно своими. И это все очень тяжело смотрится. Потому что свои уже становятся врагами своим же. Они бьются между собой. Они начинают друг друга арестовывать. Это ужасно. Потому что, по большому счету, фильм-то свои вроде бы как о войне. А на самом деле немцы, которые пришли в деревню, они вот вошли. И их в принципе в деревне нет. Все остальное происходит, вся грызня между своими. Фильм очень сложный. И посмотреть его стоит хотя бы для того, чтобы иметь свое собственное мнение об этом фильме. ТВ-центр Эйшди ТВЦ Эйшди 10 мая в 12.35 неожиданно порадует нас прекрасной кинокомедией гений. Александр Абдулов, я думаю, это одна из его культовых ролей. Очень хорошо сыгранная. Прекрасный криминальный детектив. И тот, кто не видел три серии, посмотрит с огромным удовольствием. Там и Кузнецов снимался. Ну, посмотрите. Фильм шикарный. 13 мая этот же канал в 2.15 покажет фильм «Укол зонтиком». Ну, кто помнит, снимался Пьер Ришард, комедийный детектив 70-х годов. Мы его в свое время многие пересмотрели в кинотеатрах еще, да. Домашний. Есть такой канал, который тоже представлен картиной ТВ. 10 мая в 14.00 порадует двумя прекрасными американскими комедиями. Первая в 14.00 начнется «Привидение». Очень неплохая комедия. А в 16.35, я считаю, будет показана, наверное, одна из лучших американских комедий, которая называется «За бортом» «Over the board». Посмотрите. Очень классное кино с Куртом Расселом. Вы получите огромное удовольствие. Очень хороший сценарий. Действительно, смешной фильм будет смеяться от начала до конца. Центральное телевидение есть. И такой канал. В 23.40 минут 10 мая покажет документальный фильм «Роковые роли». Напророчить беду. Многие актеры вам расскажут легенды, а где-то это и не легенды, а действительно реальные случаи о том, что какие-то роли могли очень серьезно повлиять на жизнь актеров. Я уж не говорю о таких мистических ролях, как роль Воланда в «Мастере Маргарита» или какие-то там, когда играли волшебников. И не только. Ведь давайте вспомним, что и на роль Мюллера в «17 мгновениях весны» очень долго не могли найти главного актера, пока не согласился броневой. Дело в том, что действительно играть каких-то негодяев, злодеев или великих каких-то гестаповских бонзо не каждый-то из актеров и хотел, и не каждый решался. А вот почему наверняка мы найдем ответ именно из этого документального фильма. Также в 10 часов 10 минут, в этот же день, 10 мая, будет показан документальный фильм «Михаил Булгаков. Роман с тайной». Он посвящен 130-летию со дня рождения автора. И наверняка фильм будет интересен, потому что вообще о Булгаковой мы знаем не так и много. Канал ТВ-3, канал «Мистики и фантастики» 10 мая продолжит показ фильма «Челюсти» легендарного. И будут в этот день показаны сразу же оставшиеся части 2, 3 и 4. А также будет продолжен показ фильма «Парк Юрского периода». Две заключительные части вы также сможете увидеть. RTVI 10 мая канал покажет фильм «Экспроприатор». Снимался он первым каналом, и фильм очень неплохой. Я даже не знаю, к какому жанру его отнести. Вроде как и детектив, но очень много в нем веселого. А вроде как фильм-то на самом деле и не смешной. Но в нем великолепно показана атмосфера 60-х годов Советского Союза. И фильм скорее, наверное, можно сравнить, ну может быть, с «Двенадцати стульями». Что-то вот такое, когда авантюры и довольно интересный фильм. Посмотрите, получите удовольствие, и актерский состав неплохо. «Биосад Хистори» 12 мая 12.35. Документальный сериал, я отметил для вас, поворотный момент. Будет показаны 4 фильма подряд, и каждый из них может вызвать интерес. Первая серия будет посвящена Сталину, вторая – Черчиллю, третья – Кайзеру Вильгельму II, а четвертая часть – Гитлеру. Думаю, будет интересно, потому что «Биосад Хистори» очень объективно и довольно правдиво освещает историю, и тем более, когда дело касается каких-то культовых исторических личностей. Россия-культура. Как всегда, порадует нас разными программами, и одна из них будет «Хороший детектив» французский «Тайна Эльфилевой башни». Этот фильм можно будет посмотреть 12-го числа, и вы можете его найти в сетке программы. Также в этот же день будет посвящена программа одному из величайших теноров оперных Пуасида Доминго. будет показан фильм «Весна. Любовь. Опера». Посмотрите, фильм будет интересный. Это настоящий подарок для тех, кто любит оперу. Топ-сикрет 10 мая в 7 часов 5 минут. Как всегда, продолжит выпуски программы «Двойной портрет». И в этот раз я отметил для вас единственную передачу, скорее, она интересная, наверное, для молодежи, но и не только, потому что будет она посвящена сравнительному портрету двух рок-групп. Первая называется «Роксет», а вторая наша московская группа «Браво». 13 мая в 045 выйдет документальный фильм по этому же каналу «Гойко Митич». Я отметил его, потому что многие его помнят, многие его любили тогда, но мало кто знает, что он великолепно выглядит, прекрасно сохранился для своих лет, а ему уже идет 9-10-х, и он до сих пор снимается в кино. Обязательно, если этот фильм появится в сетке передач, я вам расскажу о нем. Кто есть кто? 11 мая в 21 час 45 минут программа «Виктор Цой. Вот такое кино». Ну, программа посвящена легендарной группе кино и ее ярчайшему лидеру, лидеру не только группы, но и целого молодого поколения тех времен. 365 канал «Исторический» 11 числа в 2 часа дня начинает показ сериала 10-серийного «Чкалов». И во вторник, в среду, в четверг вы увидите первые 4 серии. Сериал снят добротно, местами с хорошим юмором, и мне он понравился. Я его для себя отметил, как из тех, что, наверное, стоит посмотреть. «Суббота» есть и такой канал. Он сделает настоящий подарок тем, кто любит длинные сериалы. Если вы по ним соскучились, такие как вот мексиканские, испанские, добро пожаловать на канал «Суббота». И повезло тем, кто может сейчас начать и потом, включившись в этот сериал, смотреть его изо дня в день, потому что серий будет много. 270 серий. Сериал называется «Дикий ангел». Это аргентинский сериал, очень популярный в мире. Более 80 стран мира его закупили. И в оригинальном аргентинском варианте он назывался «Храбрая куколка». Но вот зарубеж был продан под именем «Дикий ангел». Девочка из детдома попадает в довольно богатую семью и разворачивается настоящая мелодрама. Короче, посмотрите. Те, кто любит такие сериалы, получат удовольствие. Так же, как и любители турецких сериалов, а я знаю, что их довольно много в мире, они увидят начало первого сезона, первые серии фильма, который называется сериал «Жестокий Стамбул». Это 2019 года сериал. Он пройдет 11 числа, 16 часов. И сейчас уже, в принципе, идет третий сезон. В каждом сезоне по 15 серий. Вы можете включиться с первых серий. И я думаю, что канал «Суббота» порадует нас всеми сериями. Канал «Шансон» для любителей музыки. В 4 часа 25 минут 10 числа нас порадует встреча с Александром Розенбаумом в программе «Первый ряд». Я не мог ее не отметить, потому что это довольно полная встреча с ним. И те она будет 3 часа. То есть 3 часа вы можете провести вместе с потрясающим автором и исполнителем. А 13.45 в цикле программ «Из архива» по этому же каналу будет показан концерт Булата Акуджавы. 11 числа в 21.40 будет показан концерт Андриана Челентана. Кстати, я для себя отметил, что довольно редкий. Я его сам никогда не видел. Но название мне знакомо, как меломану. Я вам скажу, что интересно будет его посмотреть. А 13 числа в 2 часа ночи будет показана программа из цикла «Магнитофон». И она будет посвящена Питеру Габриэлу. Кстати, Питер Габриэл, кто помнит, он не только сольной программой был знаменит своей как певец, но еще несколько лет прекрасно подменял Фила Коллинза в легендарной группе «Дженесис». Кстати, сюрприз для любителей музыки. «Дженесис» сошлись снова и будут давать концерты. И один из них пройдет в Нью-Йорке в Мэдисон Сквер Гарден совсем скоро. Концерт будет уникальным тем, что они собрались в оригинальном составе опять с Филом Коллинзом, хотя он себя чувствует очень неважно, уже практически не ходит. Я сомневаюсь, что он опять сядет за барабаны, но тем не менее посмотреть этот концерт, попасть на такие концерты, они прокатят мировое турне, интересно. Но и Питера Габриэля тоже интересно послушать. Спорт. Что нам ждать в мире спорта? Событий настоящих спортивных не так много, но они есть. Так, канал «Матч ТВ HD» 12 часов в 12.25 покажет финал Кубка России по футболу из Нижнего Новгорода, матч «Локомотив» «Крылья Советов». В 20 же часов в этот же день покажет матч чемпионата НХЛ Миннесота-Сент-Луис. 13 мая в 8.35 будет показан, внимание, по спортивному каналу художественный фильм «Юнайтед». Тот, кто его не смотрел, посмотрите, вне зависимости от того, любите вы футбол или нет. Конечно, это ужасная трагедия о событиях 1958 года, когда в авиакатастрофе в Мюнхене, возвращаясь из Югославии после игры с «Сорвяной звездой» и делая дозаправку в аэропорту Мюнхена, самолет «Лорд Барглей» был, в принципе, разбит. Он потерпел катастрофу при третьей попытке взлета, и 21 футболист выжил, 23 человека не выжили, и среди них очень много было восходящих звезд английского футбола. А среди тех, кто выжил, чудом уцелел Бобби Чарльтон. И, конечно, фильм этот невероятно интересен. Посмотрите, очень здорово сделанное английское кино, которое стоит посмотреть. 14.40, также по каналу Матч Тиви Эйжди, в этот же день, я акцентирую ваше внимание, будет показана прямая трансляция Кубка Германии по футболу в финал. Лейпциг встретится с Барусией Дортмунд. Ну, немецкий футбол в стигдабл хорош. Стоит посмотреть, тем более, финал. Канал «Премьер», матч «Премьер», 9 мая, в день победы, продолжит то, что я уже в прошлой программе анонсировал, 8 мая, когда они показывали финал Кубка 1981 года «Динамо», «Тбилиси», «Карл Цейнс» и «СГДР». И продолжена будет эта традиция уже 9 мая, в день победы, будут показаны победы российского футбола. В 15.00 мы все погрузимся в атмосферу, которую нам подарил стадион в Португалии, где местный спортинг будет принимать в финале Кубка Уэфа 2004 и 2005 годов московский ЦСКА. А сразу же после этого состоится игра Кубка Уэфа финал также 2007-2008 года «Зенит» с «Глазго Рейнджерс». Ну и сразу после нее, уже в 19.10, игра за суперкубок Уэфа 2008 года «Манчестер Юнайтед Зенит». Казалось бы, все это было совсем недавно, но времени прошло довольно много, а по футбольным меркам особенно много. И просто удивительно, что два футболиста из этих составов до сих пор представляют наш футбол российский и играют до сих пор. Это прежде всего вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и завоевавший Кубок Уэфа в 2004-2005 году в составе тех же армейцев Юрий Жирков, который сейчас играет, как мы знаем, за питерский «Зенит». Что посмотреть интересного в области кино? Мосфильм канал, как всегда, показывает массу интересного. И можно просто заглядывать и смотреть любой фильм, там что не фильм, то классика. А вот в 11 часов 9 мая я все-таки отметил, чтобы подсказать вам все серии фильма «17 мгновений весны». Я просто знаю, насколько любят наши люди этот фильм до сих пор, и надо отметить, есть за что. Смотрите, а вот 12-го числа в 10.20 будет показан фильм «Цареубийца». Кто не смотрел, посмотрите, фильм не новый, но великолепная, конечно, актерская игра «Макдалл». И Олега Янковского. Русский бестселлер 9-го числа в 15.20 покажет полностью все серии сериала «Пепел». Я его пересмотрел, и я вам скажу, он интересно, чисто игровое кино про войну. И, конечно, так в жизни не бывает, это скажут все, кто его посмотрит. Но, тем не менее, фильм очень интересен. Он, скорее, даже шпионский, детективный какой-то. И прекрасная актерская игра, конечно, Машкова и Евгения Миронова. Киносерия с 10 по 12 числа покажет полностью также сериал «Обратная сторона Луны». Сериал интересный, но сразу предупреждаю, друзья мои, только первая часть. Вторая часть настолько не удалась, что когда началась премьера по одному из российских каналов, то ее даже не смогли довести до конца. Показали несколько серий и как-то ее аккуратненько свернули. Это был редкий случай, когда я потом вынужден был досмотреть окончание уже где-то на интернете, находя какие-то серии. Вот вторая часть очень не удалась, а вот первая очень здорово, хорошо сделанная и прекрасный сценарий. Ну и, конечно, потрясающее актерское мастерство. Это Павел Деревянко, конечно, очень здорово сыграл милиционера. И я даже не буду рассказывать, о чем он такой. Местами вроде как и комедийный, а с другой стороны это далеко не комедия. И потом начинаешь понимать, что это даже и не мистика. Это просто хороший детектив. Посмотрите все серии подряд. Этим мы, наверное, ограничимся именно в сетке вещания. И, как всегда, поговорим о видеотеке. Итак, друзья мои, что посмотреть в видеотеках картины ТВ? В этот раз я вам очень рекомендую заглянуть в видеотеку Моря ТВ, где в разделе «Жанры» в комедийных фильмах вы найдете две комедии, два комедийных сериала. Оба вам рекомендую посмотреть, потому что они оба хороши. Первый называется «Родком». Ну, чтобы расшифровать, кто не помнит, это родительский комитет. И фильм вроде бы о школе, все завернуто на школьных каких-то событиях. Вроде бы задействованы школьники, современная российская школа. Но фильм очень хорош, потому что задействованы также естественные родители, поскольку это родительский комитет. Какие-то жизненные ситуации связаны с их жизнью в семье, с детьми. Очень хорошо сыгранный, очень веселый. Такой, знаете, сериал, на котором можно отдохнуть. Рекомендую. И также рекомендую второй сериал, который находится в этой же папке. И вы можете его там же взять оттуда и посмотреть. Он называется «Два отца и два сына». В главной роли там снялся Нагиев Дмитрий. И тот, кто любит Нагиева, тот знает, что он никогда не играет каких-то плохих ролей. Он всегда играет их весело и очень своеобразно. И роли-то пишутся, как будто каждый раз специально для него. Также и здесь. Сериал очень веселый, смешной. Рассказывать содержание и раскрывать не буду. Посмотрите, тоже не пожалеете. Вот, пожалуй, и все. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем встречаться с вами каждую неделю. Я обязательно буду рассказывать вам о том, что интересного вас ждет. Не забывайте ставить лайки и пишите ваши отзывы. Мы равняемся на них для того, чтобы сделать нашу программу еще интереснее. С вами был ведущий и автор передачи Юрий Терман. До новых встреч. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин